Второе. Он искупитель русского народа? Никогда. Искупитель один только. Христос. Это все саребожники придумывают. Никогда искупителем он не был. Какой он искупитель? Страну довел до такого состояния, что пришлось 100 миллионов отдать за это его искупление. Мысленно вообразите, что у власти был Иван Грозный, Петр Первый. Они допустили бы революцию? Всего только надо было, говорит, примерно 5 тысяч повешать этих декабристов, там февралистов-то. И 200 лет бы революция даже близко не подошла. А тут они бежали. Ты царь. Пошел на Голгофу, главное, да. Хоть и не добровольно. А за ним вся Россия потянулась. Искупителя нашли тоже мне. Это, я считаю, это спаситель, спаситель, да, но и не искупитель. То есть спас в борьбе, спас человек тонет в горящем огне. Спасителей много. Господь говорит, и я посылал вам спасителей. А искупитель там это, это только Господь. Он умер за грехи людей. Он из плена вывел человеческое общество. Благодарю. Но это значит ересь, это конкретная ересь. Приписывает смертному, хоть он и царь, помазанник на время был, потом умер, и присписывает ему божественные вот эти свойства искупления рода человеческого. Пускай даже отдельно там русского народа. Уже такое понятие интересно. Искупитель умирает искупить жертвой своей, а это делал только Христос. Вы зарядите слово искупил-то и увидите, куда оно клонится. Но они царебожники, они никакие. Я зашел, а там в краевой администрации по одной отрасли, как не сельское хозяйство, а что-то там по культуре, мужчина. А я гляжу, у нее такая газета лежит, царебожеская. Я говорю, а вы что? А я вроде с ними. Мы за православие, но против христианства. Вот вдумайтесь в эту фразу. Это означает что? То есть мы не христиане, мы православные, набитые глупостями всякими, ересями, придумками. А они прямо в программу свою вписали. Я говорю, совсем никак. Они как Библия, как? Да зачем она Библия-то? Вот православие, оно поддерживает нас. И видишь, с большевиками, как соединились вместе, наконец поняли, что от коммунистов правда идет. И Христос, это как первый коммунист, как Блок Александр писал об этом. И впереди идет Христос. Венке. С венком. Слово сказать, когда Александр Блок болел, он таял на глазах. Но он был за революцию. И его там лучшие врачи лечили. И ни один врач не мог установить, какая болезнь. Я могу скинуть даже этот материал о нем. И он не знает, что. Он только одно повторял. У него было написано в четырех экземплярах, когда он пишет там про Христа, что Христос идет впереди красноармейцев. Ну, вроде благословляет. Ему это открылось. И он нашел три экземпляра и сжег их. А четвертый нет. Он уже перед самим и смертью крещал, там вопил. Жене говорил, ты найди, кто сделал. Я убью его, но отниму. Он понял, что доигрался. Вот возьмите. Пушкину приписывает Гавриле Ада. Ну, там Ивана Баркова приписывает. Ну, большинство думает, что это он. Похабнейшая проза. Это поэтма. И все. И получил пулю в живот. Страдал и мучился. Сегодня только воры в законе уничтожаются так. Так это не все. Лермонтов пишет поэму «Демон». Мцири, которая... Нет, там «Демон», так и называется. Мцири другое. И вот он меняет. Разные выводы делает там, что... Как пришел дьявол и как там Тамара связана. И, наконец, останавливается на самом поганом варианте. И буквально тут же получает пулю в лоб. У Бога все вымерено. Когда с ума Высоцкий Владимир Семенович сходил, уже в горячке был-то, ну и написал гадости всякие. Ну, ему показали, ну зачем тебе это? Ну, Пушкин написал, а мне еще нельзя. И сразу слег. Можно, Бог дал свободу. Но этого не надо делать. Даже человеку это неприятно. Я вот недавно перечислял, как-то разговаривали. Кто поднимал голос против президента, их ни одного нету. И Немцова, и какие там были, и Илюхин. Здоровый все. Придумал собирать все данные, чтобы президента поставить на суде обвиняемым. И все, его нету. Внезапно неизвестно от чего. Я их перечислял, перечислял. Сколько таких были. Восстали. Они все исчезли сразу. Даже новодворская Валерия, как ее звали, жаба. Какая-то там пупырек на ноге был. Взяли, уже обратно не вышло. Только в печь огненную полезла. Кремировали. Я вот могу называть, сколько таких было. И зачем им это надо было. Его свергнуть надо было. Свергли? Почему написано, не злословие начальствующего в народе твоем? Вот обвиняют Рамзана Ахматовича Кадырова. Приезжают там какие-то даже Евросоюзы посыльных. Где-то никак. У него где-то отдельные маленькие тюрьмы сделаны. И он узнал, которые там талибаны разные, которые готовят взрывы. Он их всех родственников арестовал. И никто не знает, где они есть. Но их предупредили. Если вы будете там тут разные взрывы делать, они все сразу будут казненные. Жены и девы, и матери, и отцы. Все замолкло, нигде нету. А когда приехали там, нагрянули проверять, он сразу их переместил. У него все обдумано. Его обвиняют, что не по совести. Взрывов нету. Захвата заложников нету. Беслана нету. Нордоса нету. Благодарите Бога. А что ты сделаешь с ними? Я видел, как там поймали их всех, которые имели задание его уничтожить. Он их всех обезвредил. Они сидят у него в тюрьмах, и, наконец, он приводит с родителями. Родители стоят рядом. И он говорит, вот вы меня готовились убить. Вам дали задание в Пакистане, в Иране, ИГИЛ. Скажите, за что меня хотели убить? Вот здесь у нас открыта мечеть. Заключенных водили. Вы же не молились даже некоторые-то? А он стоит в голову, а родители плащат, стоят. Я могу ответный удар дать. Но я не убиваю вас. Вот эта штука-то какая. Вот смотри, Вячеслав, зайди у меня на экране, выскочила какая. Вот она, эта самая. Сейчас, сейчас зайду, сейчас в компьютер. Вот она, да, да. Подписки срок истёк. Жёлтая. Пакости деньги требуют. И как-то умеют они блокировать. Так, я вопрос на вам отвечаю, вам понятно это? Вполне? Ну, вполне по слову Божию говорим. Я не выдумываю. И не то, что там сторонник его. Вот вы, вы хваляете его. Я говорю, подзрыва, поездов нету, что тогда уже было. Ну, научитесь Бога благодарить. Он взял на себя и выступает где-то, Рамзан Ахматович и говорит, да у меня отца Ахмата убили. Я знаю, меня убьют. Но я буду служить своему народу. А ты, он такой-то был там, советский, когда, ну, в Грозном было всё, воевали там по горам. И ты гонялся за... Все там были, мой народ, я был с народом. Я не за угла стрелял. Его хотели, когда президент поставить, ему 27 лет было. Он говорит, зачем? Закон говорит, не раньше 30-ти. Мне осталось 3 года как раз учиться в университете. Ну, вот такое дело. Да. Так, вопросы. Я уже сам напрашиваюсь. Когда это выскакивает, вы просто её закрываете. Я так и делаю. Но первый раз вчера было такое. И никому я кому звонок даю, они даже не работают, эта пипетка. Мне звонят, я не слышу. Не связано это? Оно никак не связано? У меня основания нет, не верите вам, дорогой брат. Я так и делал. А перезагрузил, и она у меня пошла. Компьютер. Но я перезагрузку не делаю. Мне сказали выключить полностью его. Я выключил, а потом включил, и она заработала. Это люди любят деньги, видать, да? Деньги любят. Здесь нужен Виктор Петеримов. Потому что на него оформлено антивирус, и он только может продлить его. Ооо... Ну так позвони ему, а то я не звоню никому, у меня телефон такой. Дай ему знать, надо ли мне продлевать. Сколько это стоит? Володя говорил, Володи там нету, случайно? Володя-то был здесь. Да главное, что Любовь Николаевна все деньги за это платила. Как-то она платила, если там Виктор платил. Нет, что ты... Каким образом она заплатила деньги-то? Не знаю. Я даже понять не могу. Она сходила туда, связь-то как у нас называется? Ростелеком и заплатила, сказала. И главное, платит... А она заплатила, наверное, за интернет? За интернет и за телефон. За телефон и за... За предохранитель, мне она сказала. Вот это вот. Я говорю, а зачем ты платила, и мне не сказала. Там она бумагу показала, там в этой бумаге стоит, что антивирусник, тоже они за это берут деньги. За антивирусник. Виктор-то платил или не платил, и когда его сколько? Почему она тут подсуетилась-то, я не знаю. И главное, платит... Она, наверное, за интернет. За интернет. Так вот, Владя говорит, не только за интернет, а за противовирусник. Ну, она там вам объясняла, что в интернет входит в пакет именно антивирусник. В этом весь смысл. Ну, это с этим не связано с антивирусом. Это обман там они делают, как будто у них там где-то антивирус. А вы мне не можете показать эту бумажку? Володя. Да, да, слушаю. Володя, я не знаю. А бумажки-то нету? Абонементы, которые я платила, абонементская плата, домашний интернет. 6. Ну, за интернет все понятно, понятно. Антивирус, две штуки, 238 рублей. И оборудование, один... антивирус, это развод, это просто развод, это платить не надо. Ну, тогда бряхни Виктору-то, чтобы он как-то заглянул. Надо, не надо, я же ничего не знаю. Я могу отключить этот антивирус, но он все равно работает, продолжается. Поэтому лучше табличка, закрывать ее. Я понял. Ну, ладно, я не против. Так, вопросов нету, если, то я ухожу. У нас батюшка собирается в Омск ехать, похожих к этим, к фронтовикам. А что там в Омске-то? Никита, Александр и Максим. Взятые... А, к нашим? Да, мобилизованные туда. Виталий, это, Виталий Калиников здесь нет. Он же в Омске, Виталий-то, чтобы он как-то его с батюшкой там обиходил. Виталий здесь, но, скорее всего, может, батюшка ему звонил, узнать надо. Виталий, выйди на связь. Не выходит. Вот он в чате пишет что-то. Алло. О. Да? Да, Игнать Игоревич, ну что, давайте, где батюшка? Ну батюшка-то вам звонил или нет, что едет в Омск? Нет, мне не звонил. Ну, он туда едет, надо как-то связаться с ним-то. Встретиться, провести... Пусть там у нас установится в доме-то, и все. Узнать, где какую-то помощь оказать ему, куда пойти, и чего. Все, все, надо сейчас, я ему позвоню тогда. Давай, позвони, телефон есть. Видишь, как хорошо. Ну, все, тогда я... Ты созвони и столько с ним встреть его там. Так ты позвонил ему. Ну, все у меня... Если вопросов нет, я отхожу. Все, с Богом, спасибо, с Богом. Благодарю.